Арт-объект Узлы. Топовый в нашем городе, на который было потрачено немало денег. Не помню сколько, но миллионы. Как сказал автор, задумка в том, чтобы люди потом говорили, встретимся на узлах, а где встретимся? Узлы и так далее. Какие-то дули, по-моему, скрученные, вот так мне кажется. В общем, всем привет! Днепр на связи. Смотрите, какая красота! Ну, конечно, через месяц-другой будет красивше, все зазеленеет, но и так выглядит очень и очень прилично. Что это такое? Какие-то ягоды? Это что? Смородина, что ли? Есть тут эксперты? В общем, что, друзья? С момента нашего предыдущего выхода на связь уже был сигнал воздушной тревоги, объявлена была ракетная опасность. Возле Кривого Рога был замечен беспилотник разведывательный и сообщалось, что летит ракета через нашу область, Криворожский район. Кстати, в это время в небе над нашим городом было очень шумно. Я не знаю, возможно, это пролетала та самая ракета, возможно, авиация в небо поднялась, но шум был и шум конкретный. Смотрите, как оно все красивенько. Ну, а затем сказали, что ракета прошла транзитом через Криворожский район и взрыв прозвучал в районе Крапивницкого. Ну, пока что, говорят, вроде как сбили ракету. Ха-59, управляемая. Посмотрим, что потом расскажет. Вот, на данный момент, кстати, друзья, более 50 тысяч семей остаются без света. Это Павлоградский, Синельниковский районы. Ну, говорят, что аварийные бригады на месте. Кстати, историческое здание. Видите, какое? Рушатся по чуть-чуть, рушатся. Кстати, улица Яворницкого. Здесь в каком-то из этих домов он жил. Ну, вернее, уже переоборудовано, все реконструировано. Где-то здесь он проживал. Возможно, даже здесь. Вот такие дела. Ракеты. Страшно. Все летает. При этом он смотрел статистику, кстати. На данный момент украинцы за два года задонатили на различные банки. Банки это сбор там открывают волонтеры, блогеры. Просто там тот же монобанк собирает постоянно. В общем, общее количество денег 1 миллиард евро. И это только банки. Не говоря о каких-то гуманитарных донатах. На то, на сё, на дроны, еще на что-то. И все равно денег нет. Денег нет. Людям все равно люди просят на хлеб, на воду. Куда эти деньги деваются? Куда кто донатил? Вы не знаете, не? Центральный парк культуры имени Шевченко. А там дворец Потемкино. Но это его светлая сторона. А если обойти на темную сторону, можно быть в шоке. Вообще, жесть, что там можно увидеть. Если вы хотите это увидеть, в следующем выпуске вам покажу. Многие, возможно, видели. Много и новых подписчиков, кто еще этого не видел. В общем, как-то так. Если вам интересно, не пропустите следующий выпуск. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня.